В эфире телеканала Самарегис. При своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Грабители в белых воротничках. Страсти вокруг обманутых клиентов, лопнувших Волга Кредитбанка и некогда официального дилера Рено АЗР Смотрс по-прежнему одна из главных тем. Подробности абсолютно бесчестного отъема денег у населения в этих двух историях разные, но суть одна. Все, что нажито непосильным трудом, исчезло и перспективы возвращения туманны для всех участников процесса. Хотя на днях свет в конце тоннеля впервые все-таки забрежил. Начну с истории с Волга Кредитбанком, что прогремела на всю страну. Уже на следующей неделе состоится сразу два знаковых для этого скандала судебных заседания. 18 февраля рассмотрит первый иск обворованных людей к ВКБ и Агентству страхования вкладов и в тот же день стартует процесс признания банка банкротом. Ну а в минувшую среду суд оставил под стражей двух работников учреждения. Директор Департамента информационных технологий Сергея Осипова, сотрудница отдела по работе с физическими лицами Елену Данчину, арестованный начальник этого отдела Мария Зацепина. Председатель же правления банка Татьяна Ярилкина, которая контролирует почти 24% акций, хоть и в статусе подозреваемой, но все еще на свободе, под подпиской о невыезде. Хотя областная прокуратура уже заявила, что намерена добиваться ареста топ-менеджера. Госпожа Ярилкина последние две недели находится под защитой силовиков. Она сама к ним обратилась с просьбой обеспечить ей физическую безопасность в обмен на активное сотрудничество со следствием. Любопытно, что произошло это сразу после того, как Александр Хинштейн на встрече с вкладчиками во всеуслышание заявил, что будет настаивать на ее аресте. Деньги украдены администрацией банка, потому что сегодня двое сотрудников администрации уже находятся под стражей, уже трое. Значит, я убежден в том, что необходимо арестовывать, хотя я не могу так говорить, это юридически ничтожно, но я убежден в том, что Ярилкина должна быть арестована, председатель банка. В отношении нее сегодня уже получены соответствующие показания. Я просто хочу всех предупредить, что сегодня здесь, на нашей встрече, чудо не произойдет. Не случится так, что прямо сейчас на месте всем раздадут деньги, которые у вас украдены. А украли, по последним данным этой недели, почти 2 миллиарда рублей у 2000 вкладчиков. Таких картинок Самара, наверное, не видела с 90-х, когда рушились финансовые пирамиды. Администрация Октябрьского района переполнена людьми. Не протолкнуться ни в фойе, ни в зале. Мне 80 лет, я пенсионер. Все, что я накопил, я все потерял. У меня мама 80 лет потеряла 220 тысяч. Сосед наверху 85 лет, 400 тысяч. Еще одна знакомая пенсионерка, 350, дочь 250. Доверяли, конечно, что он наш, самарский Волгокредитбанк. То есть не было никаких мыслей, что все это может... Конечно, конечно не было. Да ни у кого не было, ни у кого. Я позапрошлом году снял вклад, все снял, боялся, что будет такое. Потом смотрю, что в 2014 год они опять заработали. И опять принес деньги из расчета на то, что если я банкротится, то 700 тысяч все равно гарантирую. Но оказывается, у нас никакой гарантии. Никакой нет абсолютно. Это ЧП не районного и не областного, а ЧП в размахе страны. Неординарный случай. В ЭКБ отнить не первый местный банк, за последние два года почивший в БОЗе. Но такого скандала, вышедшего уже на федеральный уровень, дело контролирует генпрокуратура, и впрямь не было. Проблемы начались еще в середине декабря, когда учреждения поначалу объявили, что временно прекратила операция с населением. Ну а затем, буквально накануне Нового года, банк лишился лицензии. Вкладчики не волновались. Они должны были первыми в России получить повышенное страховое возмещение до миллиона четырехсот тысяч рублей. Но когда в конце января начались выплаты, выяснилось, счета пустые. Якобы люди сами сняли деньги, чего они, разумеется, не делали. Логика была такова. У кого на счету была сумма 500, 600, 700, она просто списывалась. Если сумма была 100 тысяч, ее, как правило, не трогали. Там воровать было нечего. Они могли только снять с рублевых счетов, с более крупных сумм. Долларовые вклады, видимо, там жесткий контроль, они не тронуты. Нам, вкладчикам в Кенеле, начали выдавать справки с банка «Волгокредит», что мы эти деньги не снимали. Лично у меня есть эта справка с печатью банка, что вот эту сумму я не снимал. До обеда шло вот это мероприятие. После обеда приезжает представитель Самарского банка, главного офиса, и запретил выдавать. Моя жена уже не получила. Преступная схема, предположительно, выглядела так. С июня по декабрь 2014 года банк принимал вклады, выдавая документы, согласно которым якобы все было в порядке. На самом же деле деньги до кассы не доходили. Они распылялись по другим счетам. В целом, это ситуация, которая в очередной раз показала глубокий кризис, который происходит сегодня в Самарском регионе с точки зрения надзора за банками. Это пятый банк, который в течение последних двух лет оказался в состоянии кризиса. На этот вопрос нужно спросить руководство управления Центровального банка в Самарской области, потому что я считаю, что они несут ответственность за то, что здесь происходит. Уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере возбуждено, но вопрос, который остается главным в повестке дня, даже никто и как украл деньги, а сама процедура их возвращения владельцам. Получается, людям надо еще доказать, что они не трогали свои вклады. В СМИ не раз мелькала информация о пресловутом втором реестре, который отражает реальную картину. Но руководство Агентства по страхованию вкладов не доверяет этим данным и направляет всех вкладчиков в суд. Так как вы не заполнили требования, вы на минутку представите себе, что среди всех, кто сегодня реально пострадал, могут, кстати, скроиться, кто сегодня реально пострадал. Могут быть люди, которые в этой ситуации могут воспользоваться и зрелись о несуществующих своих вкладах. Поэтому это вы должны проверить. Люди, понятно, возмущены таким раскладом судебной тяжбы. Дело долгое, не всегда выигрышное. К тому же для пенсионеров, а их большинство среди вкладчиков, вся эта бумажная канитель, как темный лес. Сплошная нервотрепка. Я вас прошу, давайте как-то продумаем процедуру до судебного решения. Пожалуйста, объясните нам, помогите нам, неграмотным людям, как вам это сделать, чтобы избежать этих массовых и непонятных смертей в судебных предотах. Это инсультип, поэтому как? Мы хотим по-хорошему, мы хотим тихо, мирно, все сделать по-закону. Можем ли мы обойтись без судебных рассмотрений? Всегда в мутной воде находятся другие желающие и полюбители. Нет, это проблема не АСВ, это проблема всех наших десяток, потому что средства, которые сегодня АСВ начинают выплачивать, не будем выплачивать далее, оно берет место долга, оно берет эксклюшение. И это наши с вами общие деньги. Суды, конечно, нас не зависят, но не принимайте то, что суды здесь будут принимать решения, именно в поиске украшения другого вопроса не может быть, но будем стараться, чтобы до этого у нас не дошло. Деньги в тот момент, когда мы принесли и отдали их в банк, они уже были не наши, а банка. И поэтому, когда деньги украли, это украли у банка. Сейчас нам пытают объяснить, что украли деньги у нас. Совершенно верно. Вклады наши были застрахованы с момента, как мы положили деньги на счет. Нам сказали, что всем нам нужно идти в суд. И старикам, и немощным, а кто-то не доживет до суда. Сколько они будут рассматривать это все? Кто будет платить государственную пошлину? Люди возмущаются. Получается, что каждый банк может, в принципе, сделать такое. Да, да. Три-четыре, пять человек будут ответчиками, с которых ничего не получишь. А как же граждане, как же система страхования вкладов? Ответ на все эти вопросы должна найти рабочая группа, куда вошли спикер Гордум Александр Фетисов, представители областного правительства, мэрии и, понятно, сами вкладчики. Губернатор Николай Меркушкин заявил о контроле над ситуацией. И вот на неделе клиенты Волга Кредитбанк услышали первую хорошую новость. Областная прокуратура вышла в суд, требуя обязать временную администрацию банка внести изменения в реестр на основе изъятой базы данных. Менеджеры, конечно, и сами могли это сделать, но Центробанк был против. Учитывая социальный аспект, пишет депутат Хинштейн на своем сайте, их скоро смотрят максимально быстро. А значит, главное, просьба людей вернуть им деньги без всякой судебной канители будет выполнена. Ну что ж, буду следить за темой. Полгода плохие вести, полгода совсем никуда. Еще 95 человек в Самаре тоже получили нокаутирующий удар по своему кошельку, оставшись и без денег, и без машин. А многие еще и с кредитами. Один клиент, не выдержав судебного стресса, умер, так и не добившись справедливости. Разорение компании «Заэросмотр» самарского дилера «Заурина Россия» стало крупнейшим скандалом подобного рода в регионе и уже четвертом по стране. Такие же коллапсы с дилерами «Рено» случились в Ставрополе, Архангельске и Минеральных Водах. Офис на заводском шоссе закрыт еще с 18 декабря. На двери скупое объявление. За стеклом мелькают пугливые сотрудники салона и стоят автомобили. За них люди заплатили, да забрать не могут. Но все равно приезжают в странной надежде на чудо. Я мимо просто ехал, думаю, дай-ка заеду, может что вдруг здесь изменилось. Ни денег пока, ни машины. То есть машина как бы уже бог с ней, ладно. Деньги бы хотя бы вернуть. Все-таки сумма-то немаленькая. Обманутые клиенты, себя горько усмехаясь, называют внебрачными детьми компании «Рено». Печальная история и под копирку. Заключили договор с АЗР Смотрс, отдали стопроцентную предоплату. Многие даже в машине купленной успели посидеть. Но им сказали, надо подождать. ПТС максимум пару недель. Документы так и не пришли. Кого-то кормили завтраками с марта, кого-то с осени. Гром грянул в декабре, когда компания «Рено» разорвала отношения с дилером и вывезла уже проданные машины прямо на глазах у изумленных клиентов. Они говорят, что эта машина наша. Мы говорим, ну у нас же есть договор купли-продажи, у нас есть чеки, у нас есть, то есть от вашего официального дилера. Как она может быть ваша, если мы уже произвели, ну, а нет, это ваша проблема вот с дилером. Мы уже от него открещиваемся, нам он не интересен. Как они говорят, что, ну, такие у нас дилеры, а мы белые, пушистые. Это мне вчера сказал региональный менеджер, очень меня поспешив этим. Я пришла к официальному дилеру «Рено-Россия». Я пришла не на базар, я еще раз повторюсь, не на рынок. Поэтому мы поверили. Люди приходили в этот «Азер Моторс», люди смотрели машины, и администратор слова не говорила никому, что у них проблемы. Все знали, завод изготовитель знал, банк знал, все знали, менеджеры знали, все догадывались, как нам сейчас все говорили. Мы когда задали вопрос, говорим, почему тогда вы с нами, как кредитный специалист, почему нам давали кредиты, на что нам кредитный специалист ответила. Вы знаете, я чувствовала, что что-то вот неладное, но я не могла вам сказать. Анжелика Наомова, возглавившая инициативную группу обворованных клиентов, уже и собственное расследование провела. Рассиловики поначалу отказывались видеть в ЧП состав преступления и отправляли людей в суд. Сейчас, когда уголовное дело все-таки появилось, думаю, для следствия весьма будут интересны вот эти документы. На них в черном по белому указана машина, в салоне уже не принадлежали «Рено». Их выкупил дилер. Собственник кто? Азер Моторс. Собственник Азер Моторс. Они не могут дать кредит, если Азер Моторс не является собственником. Вопрос. Мы задали господину Калинченко. Причем он сейчас говорит, это не моя печать. Вернее, это не моя подпись. Мы задаем вопрос Калинченко. Получаются мошеннические действия вашего Азер Моторс для банка, чтобы дали нам кредит. На что он нам просто мило улыбнулся. Спрашиваем, кто имеет право в Азер Моторс ставить подписи. На что сейчас сослались? На товароведа, у которых двое детей. Которую, да? Чувствуете? Женщина тоже попадает. Господин Владимир Калинченко, единственный хозяин и генеральный директор дилера, своих клиентов вниманием не баловал. На встречу его обворованных клиентов с представителями власти и силовиками тоже не пришел. Хотел встретиться с директором, но его как никогда на месте нету. Секретарь говорит, его нет. Мы его сами не видим. То есть на встречу, на контакт никакой не шел. Безобразие. Моя машина стоит в салоне. Там стоят 15 машин. Вот они у них стоят, а мы ходим, умоляем. Я плачу эти деньги, да, я себя отрываю, а мне никто ничего не отдает. Причем это моя вещь. Мне что, пойти, правда, бить стекла? Забрать эту машину? Я не знаю, что делать. Адвокаты хозяина салона заверяют, Калинченко не скрывается. Сейчас он в больнице после операции. Да и сам бизнесмен якобы жертвой кризиса. Отдал кредит Волжскому социальному банку 22 миллиона рублей, а тот взял и разорился. И теперь приходится заново займ погашать. Правда, внятно объяснить, как связано между собой банкротство банка, которое было год назад. И события сегодняшнего дня юристы так и не смогли. Вообще весь коллапс, который создался вокруг деятельности Азер Моторс, он связан с тем, что организация за недостаточным собственным средством обращалась в банке. Она брала кредит. У него зависло 22 миллиона рублей. И он не смог выкупить. Понятно, а деньги, которые он у граждан привлек, они куда пошли? Вот мы в данном случае как бы... Нет, ну смотрите, ну это же очень простая история. Если, это в школе учат, если в бассейн вливается сдача, значит и выливается. В бассейн две трубы. Нет, я хочу... Он не отказывается. Он согласен. И он говорит, что он хочет предпринимать все меры для того, чтобы гражданам... Ну, всем выплатить все долги, которые он должен. Если он хочет погасить задолженность перед людьми, то пусть он достает кубышку, у себя где-то там на участке откапывает клад зарытый, продает машины, квартиры, чего у него есть и рассчитывается с людьми. Это один вариант. Вариант второй. Поверьте мне, вот в тюрьме очень некомфортно. За свою свободу пусть он платит. Людям те деньги, которые он у них взял. А разговоры и объяснения, что сложно, кредиты, там, кризис, все остальное, это все в пользу бедных. Если ты не умеешь заниматься бизнесом, тогда бери семечки и торгуй ими на рынке пятилетка. Вот и все. Он несет один полную ответственность за все события, которые происходят там. Был допрошен его лечащий врач, который пояснил, что в течение 10 дней с ним следственных действий проводить нельзя. Как только с ним возможно будет проводить следственные действия, я уверяю вас, будет избрано адекватное мера пресечения. Я под каждым словом ставлю свою подпись и печать гербовую. Он фигурант по делу и в установленном законном порядке он обязан это сделать, как добропорядочный человек, какого вы сейчас его представили нам. У меня нет оснований говорить обратное, но большие сомнения возникают. Так что если господин Калинченко не хочет с больничной койки перекочевать на тюремные нары, ему нужно действовать как можно скорее. Люди и без того ждали очень долго. Ну а на сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!